Государственный архив Одесской области, телерадиокомпания «Град», гражданская инициатива «Друзья архива» представляют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В разные времена проблему беженцев решали по-разному. Как это делали в Одессе сто лет назад, пользуясь материалами Государственного архива Одесской области, изучил глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Альбертович Давтян. Прежде всего, по имеющимся документам, исследователь установил, что уже в 1915 году в результате затяжной мировой войны в нашем городе появилось большое число беженцев разных национальностей. Если мы говорим о беженцах православных, то есть речь шла, если говорим о русских украинцах или белорусах, то этими вопросами, как правило, на государственном уровне заведовал Татьяновский комитет. Однако в Татьяновском комитете не было четкой градации на национальности. Да, в некоторых ских встречаются галичане, армяне, поляки, но это единичные случаи, если те или иные этносы регистрировались. Помимо этого в государстве еще Союз городов занимался проблемой беженцев и так далее. В Одесском городоначальстве в ноябре и в октябре был создан специальный комитет, куда официально зашли национальные комитеты. По сути, национальные комитеты сами были вынуждены заниматься проблематикой своей беженцев. Официально в структуре Одесского городоначальства, под предводительством Одесского городоначальства, существовали и действовали, это польский, еврейский, литовский, латышский, армянский комитет. То есть практика какая была? Каждый народ, каждое культурное общество или община, правильно их называть в тот период все-таки общины, в которой имели свои, естественно, структурные подразделения, комитеты, сами занимались записью своих беженцев и, соответственно, занимались обеспечением этих беженцев. Что туда включало? Как правило, первым, чем они занимались, это регистрация собственных беженцев, для понимания, какое количество беженцев есть. Потом эти все списки передавались в городоначальство. К сожалению, мы таких списков официальных не видели в делах городоначальства, какие-то дела не сохранились, либо они исчезли, но в действительности такой учет проходил, и эти ведомости сдавались в городоначальство. Далее, они занимались не только регистрацией, а организовывали бесплатные обеды, устраивали ночлежки и тому подобное. То есть мы понимаем, что в 2015-2016 году это исключительно была проблема местных общин, которые каким-то образом, в соответствии с координацией городской власти, находили возможность содержать данных беженцев. В Российской империи на нужды беженцев выделялись не такие уж большие средства. Это доказанный факт. В основном все ассигнации шли через Татьяновский комитет, который распределял, я уже сказал, каким образом, что вот эти вот народные народы оказывались, по сути, сами перед этой большой угрозой. В данном случае, в 2016-й год мы имеем численность беженцев каждого народа. В период революции 1917 года число беженцев в Одессе еще увеличилось, говорит исследователь. Их пребывание в Одессе стало более хаотичным и численно стало еще больше. Структуры остались те же самые. И каждая новая власть, которая устанавливалась в городе, если мы говорим о ОНР, она устраивала свои органы подсчета и директивы пускала относительно, каким образом необходимо разбираться ассигнациями, которые должны были быть отпущены на содержание беженцев. Плюс к этому же, какие комитеты и кто должен был заведовать всем этим. То же самое делалось при украинской державе Гитмана Скоропадского. Однако, в любом случае, все письма, все прошения шли на имя одесских властей. Либо они шли через городскую управу, либо шли напрямую к городскому голове. То есть мы говорим о конце 17-го, начале 18-х годов. Вот простой пример. В 17-м году, весьма интересный документ есть у нас, 17-18 год. В 18-м году и законопроекты мы имеем, Совет народных министров, каким образом должны были быть инструкции, как они должны быть обеспечены, были более того, где они должны были быть размещены и так дальше. Но здесь идет общий перечень, без разделения на каких этнические группы. Однако, это создало такую ситуацию, что каждая этническая группа еще больше начала интегрироваться в этот процесс и устраивать, соответственно, свои комитеты. Например, существовало несколько еврейских комитетов. Вот, например, один. Совет Одесской еврейской общины. Комитет по оказанию помощи евреям, пострадавшим от погромов. То есть, они все равно в беженцы попадают, но еще и в призад погромов. Там был Совет еврейских общин беженцам от войны. Теперь, самая главная проблема. Каким образом необходимо было решать проблему от огромного количества беженцев, которое хлынуло в Одессу? Были созданы уже в 17-18 годах реиммиграционные структуры. Но нельзя забывать, что советская власть уже и в 18-м году была в Одессе установлена. Советская власть устроила свои комитеты. В этих комитетах назывался Одесский губернский эвакуационный комитет беженцев. Он несколько раз менял свои названия. Но факт в том, что они аннулировали все списки, которые были до этого, реорганизовывали комитет и начинали по новому подсчеты. После этого захватили город, мы знаем, оккупация, французская интервенция. Они аналогично все зачеркнуть, все посчитать недействительным и заново. Смена власти в Одессе в этот период отражалась и на беженцах, подчеркивает Давид Альбертович. Когда в город вошла интервенционная власть, огромное количество к этому времени устоявшихся консульств, которые не работали в советский период, речь идет о польском консульстве, армянском, грузинском и так далее, миссии латвийской, литовской, извините, они также интегрируются в этот процесс. И вместе с местными общинами официальные представители государства начинают интенсивную переписку с местными органами власти, по сути считая всех этнических армян, грузин, поляк, латышей, литовцев, то есть всех представителей других этнических меньшин, не россиян или украинцев, своими гражданами и начинают сами обеспечивать процесс эвакуации. Есть огромное количество обращений к французскому командованию, к английскому консулу, болгарским консулам, румынскому и так далее, с тем, чтобы посодействовать эвакуации беженцев на родину. Сохранились документы со списками этих беженцев, есть отдельные списки польских беженцев, армянских беженцев, еврейских, от которых должны были быть эвакуированы. У нас есть документы, мы даже находим эвакуацию евреев в Палестину, даже у нас есть такие документы. Путь, например, армянских беженцев через Константинополь, они должны были ехать на родину. Польские беженцы в 17-м году, в 18-м году, извиняюсь, их отправляли на кораблях, как правило, в Галац. Позже их отправляли вообще по другому маршруту, составлялись вообще отдельные эшелоны, тоже был советский период. Но вот это именно период Деникинский, мы находим довольно-таки большое количество документов, которые свидетельствуют, что шла довольно-таки интенсивная эвакуация. Как правило, эвакуацией занимались иностранцы. Это были английские и французские командования, которые, как правило, выполняли функции генерального консула, по-разному было. И еще надо сказать, что греческих беженцев было довольно-таки много, как правило, это были беженцы из Османской империи, как и, собственно говоря, армяне. И их эвакуацией занималось греческое консульство. И вывозили их как на греческих кораблях, так и по контракту. Что означает по контракту? В документах мы видим огромное количество документов, дел о заключении коммерческих сделок по частной перевозке между российским пароходным обществом и другими подобными акционерными обществами, которые, естественно, за соответствующую плату вывозили этих людей на родину. То есть и греки были во всем этом. Это одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы, о которой мы говорим, это военнопленные. Их количество тоже было огромное. Потому что военные, возвращаясь с Западного фронта, частично были в плену. И эту проблему тоже решалось. Почему? Потому что мы имели страны Антанты, Центрального брока, Австро-Венгрии. То есть мы тут имели такой конгломерат и такое количество населения, что приходилось отдельно эвакуировать военнопленных и беженцев. Советская власть, которая установилась в Одессе, действовала по принципу своих предшественников. Часть списков беженцев была аннулирована, часть сохранена, а комитеты, которые ими занимались, реорганизованы, рассказывает исследователь. В некоторых документах мы видим, что списки перекочевали. То есть они просто-напросто взяли все старые списки национальных обществ и ставили сверху советские штампы. Это касалось государств, которые оказались советизированы. Здесь идет об армянах, грузинах и так дальше. С Польшей ситуация была немного иная. Польша осталась независимым государством. С ней проходили, естественно, официальные переписки между консульствами и другими дипломатическими ведомствами. С беженцами из Турции, как правило, если это были армяне и греки по национальности, то их отправляли, соответственно, в Грецию и в Армению. Если же это были турки-военнопленные, между Анкарой и Москвой был заключен договор. И они бесплатно, по сути, на государственную муну возвращались назад. Частично была решена проблема евреев. Частично почему? Потому что мы видим, что были списки на отправку в Палестину. Причем там попадают и православные, разничным образом написано, что они едут на православную миссию и так дальше. То есть каким образом кто мог, отцу просто-напросто эвакуировался. Мы видим, что были белорусские беженцы. То есть агломерат и количество беженцев, и беженцев военнопленных имелись абсолютно разные категории. То есть очень тяжело их разделить на какие-то существенные. То есть это одна группа по этническому признаку, другая там военнопленные или пленные. Часто украинцы встречались как галичане и русские. Даже такие были и на имуне. То есть мы понимаем, что это речь идет, если галичанин, то идет, как правило, об украинцах. Причем потому что в Татьяновском комитете, как правило, они писали одни православные. Если говорить об интереснейших документах. В 2018 году при советской власти, кстати, был создан интересный комитет. Одесский центральный исполнили комитет помощи беженцам, избранным из представителей по одному от каждой национальности, о том, о чем я говорил, и двух представителей от Совета военных, рабочих и греческанских депутатов. Открыл свою деятельность по устройству беженцев с 4 января 2018 года по адресу греческая 9. По всем делам, касающим об устройстве беженцев, обращаться по вышеупрямленному адресу. То есть каждая власть приходила, переустраивала и создавала абсолютно новые институции. К числу интересных документов, продолжает рассказ Давид Альбертович, обнаруженных в архивных фондах, принадлежат карточки или так называемые билеты беженцев. Вот мы открываем билет беженцев. Тут написано, Одесский литовский комитет для сбора пожертвований в пользу пострадавших от военных действий в пределах Литвы. То есть мы понимаем, что данный комитет и беженцы возникли из-за военных действий, которые проходили на территории Литвивы. Вынуждены эти люди эмигрировали, ставшись временно перемещенными. Здесь же был создан соответствующий литовский комитет, и он давал билет беженца. То есть тем самым санкционируя и утверждая, что данные люди являются в действительности беженцами. Здесь пишется имя, фамилия, откуда он в действительности является беженцем. Год стоит, вот 17-й год в данном случае. Печать литовского комитета. Дальше. Как правило, здесь бывали и фотографии. Ну, в данном случае в этом деле нету фотографий. Пишется состав семьи. Как правило, вероисповедание. И еще в некоторых документах есть такие, как путь следования. То есть откуда пришел, по каким дорогам он должен эмигрировать. Дальше. Добавлялись, если была оказана помощь, висевая помощь, пайки и так дальше. Вот, причем у каждого комитета оно было совершенно разным. Вот, перед нашими глазами, тоже интересный документ, выданный миссией Республики Армения. Сверху поставлена печать комиссариата по делам беженцев города Одессы. Миссия Республики Армения зачеркнута, так как это уже в советский период выдавалось. Регистрационная карточка номер 39. Таких карточек было порядка 700-800. То есть мы понимаем, что в миссии Республики Армения, как минимум, 800 людей готовило к эвакуации. То есть давало регистрационные карточки. Здесь пишется имя, отчество, фамилия. Да, разные комитеты. Откуда родом? Они пишут из Армении. Куда направляются? На родину. Дальше заведующий эвакуационным пунктом при Генеральном консульстве Республики Армения стоит дата 28 апреля 1919 года. Советская печать стоит намного позже. То есть советы пришли, взяли документы. Понятно, что в этой неделе люди никуда не выехали. В документах также мы видим прошение разных генеральных консульств к командующим французских интервенционных войск, к английскому консулу с просьбой снабдить паеками людей, те, которые отправляются, или от других деталей, которые на дипломатическом уровне позволяло им каким-то образом обеспечить своих граждан. В архивных материалах есть документы, которые свидетельствуют также об активной работе в этот период местных национальных комитетов, благотворительных обществ и других организаций, говорит исследователь. Речь идет о этнических меньшинах, как бы сегодня называют, то есть национальные комитеты сами организовали сборы средств в городе и вещами, и паеками, и деньгами, чтобы помочь и содержать эту категорию граждан. Но помимо вышеуказанных документов, вот мы говорили о греках, вот греки давали, помимо, собственно, греческого консульства, существовало Одесско-греческое благотворительное общество. Вот удостоверение. Одесско-греческое благотворительное общество СИМ удостоверяет, что Леонид Георгиевич Грамматикопулу беженц из города Тарпезунда, Турции, откуда прибыл через Кавказ в Одессу, и что он состоит в турецком подданстве. И подпись, какого числа, естественно, соответствующая запись сделана. Были люди, которые не хотели по разным причинам обращаться в консульство, или консульства были закрыты, по каким-то личным проблемам они обращались в национальные комитеты. Справки и удостоверение на то, что эти люди с действительностью были беженцы, в советский период давали даже домовые комитеты. То есть удостоверение дано домовым комитетам, номер такой-то участок, домового бюро 4, Георгиеву, что он в действительности беженц из Турции, и в настоящее время живет в доме номер 19 по Каретному переулку. Вот простой пример. Все, этот документ соответствовал действительности, он его предъявлял, но это только советская документация такая была хаотичная. В традиционный период и в период УНР гетманской державы даже интервенционных английских войск подобных документов не было. То есть документы только были те, которые в действительности были выданы уполномоченными органами, либо городской управой, либо каким-то другим институтом. Именно в 1921 году появляется новая категория беженцев, которые называются эмигранты, подчеркивает исследователь. То есть, которые просто хотят эмигрировать. Поэтому мы вынуждены понимать, что тяжело в 1920-х и 1922 годах установить. Это политические эмигранты, потому что они просто решили уехать, и люди просто уже вписывались в эти категории, чтобы каким-то образом получить заветную путевку из Советского Союза и вернуться на родину. Каким образом в советский период осуществлялась эвакуация? Составлялись эшелоны. Губернский эвакуационный отдел по вопросам пленных и беженцев, он по-разному назывался, и беженцев, и пленных, они несколько раз меняли, как это природно было в советском периоде. Создавали соответствующие эшелоны. Например, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, восьмой польский эшелон, три армянских эшелона, три литовских эшелона и так далее. Люди собирались, в день явка по регистрационным карточкам, зарегистрировались на выезд, например, 300 человек, и они ввели учет. Из 300 зарегистрированных граждан Польши не явилось 20, граждан какой-то другой страны не явилось столько, но по национальности поляки. Оп! Подводит итоги. Вагоны, как правило, это было 40-50 вагонов, в зависимости, и они направлялись себе на родину. То есть, в советское время, по железной дороге и по морю, граждан разных государств вывозили. Но 21-го года, это в 22-м году, я это уже читал, что прекратить по каким-либо причинам выезд таких или таких граждан. Проблема беженцев актуальна в наше время, в том числе и для Украины. Пытаясь ее решить, быть может, следует обращаться к историческому прошлому, чтобы использовать положительный опыт и избежать недостатков в решении этой очень непростой проблемы. Подытоживает автор исследовательского труда по беженцам, глава комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Альбертович Давтян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова